Всем привет! Вы на канале Джоннифист и это свежие новости из мира кино. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. А теперь к новостям. На международном кинофестивале Palm Springs вручат специальную почетную награду актрисе и певице Леди Гага за роль в фильме «Дом Гуччи». Это почетная награда, которая присуждается на фестивале актерам и актрисам, которые выделились в кинематографическом плане. Организаторы отметили качественную работу Леди Гага в фильме Ридли Скотта и в продолжении ее актерского пути звезда фильма «Звезда родилась» будет отмечена почетной наградой. Стоит сказать, что ранее на фестивале такой же награды удостоились Глен Клоус, Уильям Дефо, Роберт Дюваль, Майкл Дуглас, Том Хэнкс и Мэрил Стрип. И пускай организаторы фестиваля «Милостивы к актрисе» тире певицы, критики и модельеры раскритиковали фильм «Дом Гуччи» не только за неправдоподобность и отсутствие режиссерского вкуса в контексте моды у Ридли Скотта, а и за работу практически всех исполнителей, в том числе и Гагу. Но как есть. Гильдия киносценаристов Америки составила список из 101 лучшего сценария 21 века. Победителем списка оказался сценарий фильма «Прочь» Джордана Пила. На втором месте «Вечное сияние чистого разума» Чарли Кауфмана. На третьем – социальная сеть Аарона Соркина. На четвертом – «Паразиты» Пан Чун Хо и Хан Джин Вон. И на пятом – «Старикам тут не место» братьев Коэнов. С полным списком можно ознакомиться по ссылке в описании. Издание «Нью-Йорк Таймс» составило свой список кандидатов на звание лучшего актера и актрису 2021 года. Среди них – Бенедикт Камбербэтч в руках пса. Кирстен Стюарт – «Спенсер». Хидетоши Нишиджима – «Управляемый им авто». Дензел Вашингтон – «Трагедия Макбета». Уилл Смит – «Королью Ричард». Хайкин Феникс и Габби Гоффман – «Давай-давай». Тесса Томпсон и Рут Нега – «Проезжая». Боб Бернем – «Всредине». Жозефина и Габриэла Санс – «Маленькая мама». Катя Паскарию – «Неудачный трах» или «Безумная порно». Анор Свинтон Бирн – «Сувенир. Часть 2». Посмотрим, кого выделят на церемонии «Оскар» в начале следующего года и кто из этого списка туда попадет. Сет Роген и Эл Фаннинг присоединились к Деву Пателлу в фильме «Чипенделсы». Фильм основан на довольно популярном американском мужском экзотическом шоу по типу «Супермайк». В кресле режиссера – Крейг Гелеспи. Сюжет пока держится в секрете, но зная, о чем само шоу, про которое снимут фильм, загадок тут мало. Будет много полуобнаженных мужчин и, скорее всего, личностная драма, которая толкает главного героя покинуть шоу. Классика жанра. Кристофер Нолан продолжает шумиху вокруг своего нового фильма «Опенхеймер». Я уже говорил, что актерский состав пополнили звезды первой величины. И тут еще одна новость. Похоже, Нолан решил собрать весь Голливуд в своем фильме. Также актерский каст пополнили Флоренс Пух, которая известна по фильму «Черная вдова», Рэми Малик, который нам знаком по Бонду последнему, и Бенни Сафти, который нам мало вообще в принципе знаком. Напомню, бюджет фильма – 100 миллионов долларов. И как Нолан, свой традиционный масштаб в сочетании с любовью к камерам АМАКС и наборам персоналей вместит в этот бюджет, пока что остается большой загадкой. Уверен, это не последняя новость об этом фильме. На сегодня у меня все. Пока.